Добрый день! Дом необходимо утеплять снаружи. Когда мы утепляем дом изнутри, наша стена промерзает до утеплителя и не является аккумулятором для внутреннего помещения, а также может поддаваться разрушению за счет регулярной смены температур. Если утеплитель снаружи, стена теплая и при резкой смене температур на улице или, к примеру, отключении отопления, она будет сохранить тепло значительное время и нивелировать резкие перепады температур внешней среды. Первая ошибка – отсутствие предварительного расчета. Необходимо определить оптимальный теплоизоляционный материал, минвата или пенопласт и толщину в соответствии с нормами и общим утеплением дома. Получаем возможность не переплатить за нецелесообразное чрезмерное утепление или наоборот не получить недостаточную толщину утеплителя. Вторая ошибка – экономия на материалах. К основным составляющим относят утеплитель, который крепят к стене, клеем и дюбелями, гидрозащитный слой, армирующие элементы для повышения устойчивости к внешним механическим воздействиям, грунтовочный слой, финишное декоративное покрытие, штукатурку или краску. Отказ от какой-либо из частей пирога или замена ее более дешевым аналогом с сомнительным происхождением может привести к проблемам. Без гидроизоляции утеплитель намокнет, при отсутствии армирования финишное покрытие покроется трещинами, а от использования некачественного крепежа плиты могут отслоиться. Третья ошибка – игнорирование погодных условий. При утеплении наружных стен мокрым методом нужно следить за температурой. Оптимальная – от 5 до 30 градусов тепла. Если работы будут проводиться в холодные поры года, необходимо устанавливать шаттера или временные навесы над зданием. Они обеспечат поддержание необходимой температуры. Летом фасад нуждается в защите от солнца. Лучшим временем для проведения работ будет утро. Запрещено утеплитель монтировать на стены с обледенением или влагой. Для сложных погодных условий применяются специальные добавки. При игнорировании получим трещины или разрушение фасада. Четвертая ошибка – отсутствие стартовой планки. При помощи установки цокольного профиля выставляется уровень нижнего слоя утеплителя. Также эта планка принимает на себя часть нагрузки от веса теплоизоляционного материала. Кроме этого, такая планка способствует защите нижнего торца утеплителя от проникновения грызунов. Между планками должен оставаться зазор около 2-3 мм для расширения. Пятое – неправильный выбор клея. Не рекомендуется экспериментировать и приклеивать утеплитель смесями, которые для этого не предназначены. Например, клеем для плитки. Недопустимо заниматься сомнительной экономией, уменьшать требуемое количество клея или разбавлять его песком. Всю информацию по назначению и приготовлению раствора производитель обязательно указывает на упаковке. В зависимости от состояния используемых поверхностей, а также от типа утеплителя, клеевую смесь на поверхность плит наносят маяками, полосами или сплошным слоем. Неправильная стыковка плит. Распространенной ошибкой при монтаже является неплотная стыковка плит и заполнение стыков клеем. Такая ошибка может привести к образованию мостиков холода и растрискиванию декоративного покрытия. Максимальный зазор между плитами должен составлять не более 2 мм. В тех местах, где зазор достаточно большой, заполняем полосками из такого же утеплителя. Эта операция необходима для создания беспрерывного монолитного контура. Нельзя оставлять утеплитель на фасаде долгое время без армированного и финишного слоя. Плиты под воздействием солнечных лучей и осадков довольно быстро портятся. Плиты утепления должны быть установлены плотно в шахматном порядке, то есть смещены на половину длины плиты снизу вверх, начиная от угла. Далее. Неправильное нанесение клея. Необходимо нанести клей непрерывной полосой по периметру плиты утеплителя. На остальной поверхности точечно липухами от 3 до 8 штук. Общая площадь клея должна охватывать минимум 40% листа. Нанесение клея на всю поверхность гребнем и шпателем применяется в случае, если стены предварительно штукатурены. Клеевой раствор наносится только на поверхность теплоизоляции. Приклеивание минеральной ваты требует предварительной шпаклевки поверхности плиты. Недостаточное крепление теплоизоляции к стене. Это может быть результатом плохого нанесения клея, использования неправильных материалов или слабого крепления зонтиками. Не экономим на механическом креплении утеплителя, будь то тяжелая минеральная вата или легкий пенопласт. Место крепления дюбелем должно совпадать с местом нанесения клея на внутренней стороны утеплителя. Дюбеля должны быть надлежащим образом утоплены в теплоизоляцию. Слишком глубокое вдавливание повреждаем утеплитель и создаем мусти холода, слишком мелко и получается ровная внешняя поверхность. Теплоизоляция без защиты от погодных условий. Открытая минеральная вата легко впитывает воду, а пеноплазм на солнце подвергается поверхностной эрозии, которая может ухудшить сцепление слоев утепления. Теплоизоляционные материалы необходимо защитить от атмосферных воздействий. Стены, утепленные минеральной ватой, должны быть защищены от осадков, иначе они будут высыхать очень медленно. А увлажненная теплоизоляция является неэффективной, плюс со временем теряет форму и разрушается. Стены, утепленные пенопластом, не могут подвергаться продолжительному воздействию прямых солнечных лучей более 2-3 месяцев, иначе опять же начинают терять свои свойства. Неправильная укладка плит утеплителя в углах проемов. Для утепления стен в углах проемов окон или дверей, утеплитель необходимо вырезать соответствующим образом, так чтобы пересечение плит не приходилось на углы вот этих проемов. Это заметно увеличивает количество отходов теплоизоляционного материала, но позволяет значительно снизить риск появления трещин штукатурки в этих местах. Нарушения при армировании. Армирующий слой утепления стен обеспечивает защиту от механических повреждений. Выполняется он из стеклосетки и снижает термические деформации, повышает прочность и предотвращает образование трещин. Армирующая сетка должна быть щелочестойкой, иметь плотность не менее 160 грамм на метр квадратный и ячейки размером 5х5 мм. Нельзя использовать на фасаде сетку для внутренних работ или низкой плотности. Частая ошибка – монтаж смешанных полотен сетки без нахлёста. Это приводит к образованию длинных трещин на поверхности фасада. Нахлёст должен быть минимум 10 см. Еще одна возможная причина появления трещин – монтаж сетки непосредственно на слое теплителя. На самом деле ее нужно утопить в гидрозащитный слой наполовину толщины, иначе она просто отслоится. В местах уязвимых к нагрузкам выполняется дополнительный слой армирования. Во всех углах оконных и дверных проемов под углом 45 градусов вклеиваются полосы сетки. Чтобы укрепить углы дома, используются угловые профили с сеткой. Отсутствие грунтовки перед слоем декоративной штукатурки. Некоторые ошибочно наносят финишную декоративную штукатурку непосредственно на слой с сеткой, отказавшись от специальной грунтовки. Это приводит к неправильному склеиванию декоративной штукатурки, появлению просветов серого цвета от клея и шерохватой поверхности утепленного фасада. Несоответствующая штукатурка. Что касается штукатурных фасадных систем, неправильный выбор декоративного материала для финишного слоя напрямую влияет на их долговечность. Все дело в том, что некоторые виды штукатурок обладают низкой паропроницаемостью. В инструкции мокрых фасадных систем они становятся паробарьером, что приводит к конденсации влаги и в конечном счете отслаивание декоративного слоя. А на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!